Приветствую вас! Судя по тому, что вы написали, так жить, как вы живёте, вполне себе можно. То есть, вы живёте и живёте, ну, не сказать, что живёте хорошо, конечно, конечно, вот. Но живёте, вот. А значит, можно так жить. Вот. Так что ответ на ваши вопросы, он совершенно однозначный. Да, можно. Можно так жить. Вот. Другой вопрос. Хотите ли вы так жить? Вот один вопрос. То есть, я не думаю, что вы счастливы. Вот. Я не думаю, что вы счастливы. Я не думаю, что вы свободны. Я не думаю, что вам хорошо. Я не думаю, что вы себя чувствуете комфортно. Вот. А это значит, что, собственно, модель, модель своего поведения. Вам нужно менять. Именно модель. Разбираться в себе. Свои чувства. Менять отношение к себе. То есть, ну, принять себя, полюбить себя. Вот. Самоценку повысить. Уверенность в себе повысить. Вот. И, собственно, тогда все наладится. Вот. То есть, вы сами делаете свою жизнь неправильно. Но проблема в том, что правильной жизни нет. Или как? Есть та жизнь, которую вы сами для себя, вот, выбираете. Как раз. Та жизнь. То есть, та жизнь, которую вы выбрали. Для себя. Сами. Это та жизнь, которую вы живете. Это результат ваших действий. Это результат ваших поведенческих аспектов. Это результат вашего выбора. По сути. Вот. Так что, это стало возможно благодаря тому, как вы сами к себе относитесь. Это стало возможно благодаря тому, как вы сами себя видите. Вот. Вы пишите. Дело в том, что с мужем не получилось. Что именно. Всю жизнь с ним жили как кошка с собакой. Если вы с ним жили так всю жизнь, то получается, что проблемы были изначально. Если изначально, если изначально, эти проблемы вам не допускались, по той или иной причине. Вот. То значит, получается, что вам они, эти проблемы, для чего-то были нужны. Я так полагаю. Я так подозреваю. Так, давайте, опять же, попробуем понять, для чего вам были нужны эти проблемы. Почему вы выбрали себе такого мужчину, с которым у вас проблемы. Да еще и ребенка родили. Как бы, ребенок у вас, получается, страдает из-за того, что вы с мужем не можете найти общий язык. Вот. То есть, это вот, на мой взгляд, то, что вам нужно поисследовать. Поисследовать и... В этом нужно разобраться. Как минимум. Как минимум. Дальше. Так. Пытаясь каждый добиться царствования над старыми. То есть, вы со своим мужем живете, по сути, значит, в позиции доминирования. То есть, в вашей жизни это борьба за доминирование. По сути. Получается. Получается так. Вот. Ну, у меня к вам, опять же, вопрос. Вы, правда, считаете, что супружеская жизнь, да, это доминирование. По какой причине лично вы стремитесь к доминированию над своим мужем? Вот именно вы. По какой причине именно вы стремитесь к доминированию? Это очень важный момент. Это очень важный момент. Это очень важный момент. Для вас очень важно понять, с чем связано ваше стремление царства над своим мужем. И, правда ли вы считаете, что это возможно? То есть, правда ли вы считаете, что над вашим мужем возможно доминировать? А какие вы свои проблемы решаете в процессе доминирования решаете или, может быть, решали? Какие? Какие? Я полагаю, что вы могли бы ответить нам на эти вопросы. Потому что это, это важный аспект. Вот. Это очень, очень важный аспект. Так, много из-за этого было разногласий. Из-за чего? То есть, вы пытаетесь решать друг за все друга каждые свои проблемы и из-за этого возникают разногласия. Так? Получаю. Или... Как? Муж умеет подать себя и пользоваться женским вниманием, а я хоть и симпатичная худенькая, но не уверенно в себе полностью особо всегда ищу какие-то недосчеты во внешности. У вас есть комплексы и вы вступили в отношение с мужчиной, с мужчиной, значит, с таким мужчиной, который, ну, наверное, наверное подтверждал бы. Что вы действительно, такая... Вот. То, есть, то есть... Это так работает, к сожалению. Дальше, страшно его ревновало, он же знает, что я ревнивый, как назло провоцировал. Ну, вот здесь у вас просказывает нежелание брать ответственность. То есть ревнуете вы, а мужчина нагло провоцирует. В себе не уверены вы, а мужчина условно виноват в том, что вы в себе не уверены. Возникает вопрос, а как же вы выбирали его себе? Как же вы решили сделать его, ну, выбрали его для замучества, так сказать? А как вы реагировали, когда он, значит, с самого начала вел себя так? То есть, как вы реагировали, когда он, ну, вызывал у вас ревность? Скажем, скажем, опять же, так. Как вы на это реагировали? И реагировали ли вы на это? Понимаете, да? О чем идет речь? Дальше, так, доказать ничего я обычно не могла. А зачем? Зачем, зачем доказывать? Как бы, вот. Понимаете? Зачем доказывать? Для чего доказывать? Понимаете? То есть, доказать вы такое впечатление, что пытаетесь, ну, потому что вот вам, вы в чем-то не уверены и вот пытаетесь доказать. Это так, на самом деле, не работает. То есть, это, ну, так отношения просто не строятся, не выстраиваются. Понимаете? Беншин, а, тут попался три года назад. Попался. Хотелось улыбочкой. Такое впечатление, что... Прямо рады. Ну, вот. Как бы... Рады тому, что... Он попался. Что... Как... Я так... Понимаю, да? Что... А... Ваши... Подозрения, они... Условно говоря, подтвердились. Вы меня... Поправьте, пожалуйста. Если я ошибаюсь. Вот. А... Но... Тем... Тем не менее... По какой, вот, собственно... Причине... В... 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 Впечатленную... В... В... Этот момент. Вот. Дальше. Значит, конечно, я вела себя спокойно, не могла понять причину измен, а зачем? Опять же, зачем? Он так и не ответил, он ей про меня всегда сказал, что я историческая, костлявая, потом про меня по телефону в любви клятся, потом мне в любви о любви ко мне говорят. Потом она его мне послала, наверное, в котельный 15, и осталась к своему. Тут моя мужа около года попила, выселилась, надо мне подносить, что я никуда не уйду. А я, чтобы нашел этот план, как бы уже уйти, но на съемную не хватает. Так, рассмотрите вариант зарабатывать побольше. То есть, опять же, обратите внимание на собственную реализацию. То есть, чтобы вы могли реализовываться, чтобы вы могли лучше овладеть любимым, например, делом своим. Вот. То есть, это вот момент, на самом деле, такой. Вот. На мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд, момент такой. Вот. То есть, да, понятно, понятно, что, ну, что не хватает денег, понятно. Вот. Но, все в ваших силах. Вот. И вы можете сделать абсолютно все, что в ваших силах. Вот. Так, по крайней мере, я считаю. Вот. Понимаете? Дальше. Значит, эээ, так, эээ, значит, я вынашиваю план уйти. Знаете, какая штука, вам желательно иметь, эээ, четкое представление о том, зачем вы уходите. Потому что, ну, вот, пока, пока, на данный момент, эээ, вы, судя по всему, не можете ответить себе на вопрос, о том, эээ, зачем вам, эээ, уходить. Для чего вам уходить? Вы, вот, такое впечатление, да, что себе ответить на этот вопрос, ну, не можете. А, нужно ответить на него, в первую очередь, нужно на него ответить, на этот вопрос. Понимаете? Какая штука. И, вот, вот, собственно, только, только ответив на этот вопрос, А, можно уже будет, эээ, о чем-то говорить. Понимаете? Можно уже будет, эээ, что-то думать, что-то делать и так далее. Если, почему-то стремится. Вот. Понимаете? Какая штука. Что-то, вот, эээ, только так работает. Эээ, к сожалению. Дальше. Идем. Эээ, так, эээ, значит, квартира общая, не ясно будет ли она ГПЛ. С теми-раздельно, в разных контактах, абсолютно нормально, секса нет. А он теперь не знает, как найти со мной общий язык, как меня вернуть. Ну, а вы хотите вернуться-то, сам-сам? Я боюсь наступить на те же грабли, так как до этого уже он отступался не раз. А вы знаете, мне здесь показалось, что вы как-то вот, знаете, ну, друг на друга обижены. Вот, мне показалось, что у вас есть обиды, собственно, на него, и у него есть какие-то обиды на вас. Ну, вот, и, в общем-то, мне не кажется, эээ, ну, мне не кажется, это, эээ, чем-то, что инструктивным. Вот, самое-что, если вы будете лелеять свои обиды, да, то, эээ, ничего хорошего не произойдет, эээ, между вами. Вот, поэтому, поэтому, тут вам нужно определиться, вы, собственно, собственно, от чего хотите, да, вообще. То есть, если вы хотите уходить, да, то нужно подавать на расход, на алименты, вот. Вот, ибо у вас есть сын, вот, которому отец, там, обязан, обязан именно выплачивать какие-то средства, вот. То есть, все здесь зависит исключительно от вашего подхода, от того, что вам нужно. Дальше, эээ, симпатичный другой мужчина, старше меня на 7 лет, мне 35, сыну 12. Ну, поскольку вы, эээ, до конца со своим мужем отношения не завершили, вот, то, лично я думаю, эээ, что, вполне вероятно, у вас просто, эээ, возникло, эээ, такое чувство, к мужу. Вот, не к мужу, простите, эээ, к мужчине, другому. Эээ, на фоне, эээ, мужик. То есть, по сравнению с мужем, да, он, 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 он хороший. По сравнению с мужем, да, он, может быть, прям, эээ, вообще, ээээ, как бы, идеальный. Ну, но, будет ли он, например, эээ, идеальный между вами, если вы будете не только жить, а если вы будете вместе жить, например. Большой вопрос, и, как правило, эээ, ответ на этот вопрос, ну, достаточно однозначный. Нет, потому что, ээээ, это, ээээ, ну, это, сравнение, если, как бы, стыкается сравнение, вот, понимаете, какая штука. Так что, сперва нужно завершить одни отношения, вот, а потом уже, ээээ, начинать другие. Ну, вот, так, будет, наиболее адекватным, ну, наиболее адекватным будет, так, вот, такое поведение. Дальше. Так, эээ, у него сейчас нет работы, мне ничего не обещают, но гуляем с ним периодически переписываемся. Ну, понимаете, вот, эээ, вы, опять же, эээ, здесь выбираете себе, эээ, такого мужчину, да, который, эээ, мягко говоря, ненадежный. Вот. То есть, я, опять же, да, я не, я не знаю, я не хотел бы, эээ, прям, вот, эээ, вас как-то, эээ, значит, ну, отгораживать там, например, или сбивать, но, эээ, то, что вы пишете, да, а не вызывает доверия, условно говоря. То есть, вот, эээ, товарищ, которым вы, ээээ, ну, хотите, ээээ, связать свою жизнь, он не вызывает доверия. Откровенно. Вот. Вот. Тут, ну, тут такое впечатление, что он вас, ээээ, просто исполнил. Потому что вы недооцениваете себя, опять же, рамы. Вот. Понимаешь? Ясно. Дальше. Эм, так, у него сейчас нет работы, мне ничего не обещает, гуляем с ним. Так, в общем, не ясно, недавно не ясно. Так, а вы-то сами определитесь, вы такое впечатление, да, Хельгий, что пытаетесь добиться-добиться того, чтобы за вас, вот знаете, чтобы за вас решение, ну, приняли. Вот, ну, поймите-поймите, пожалуйста, что так не работает. Решение вам нужно принимать самостоятельно за себя. То есть это решение, которое касается вас и вашего, допустим, сына. Вот. И ориентироваться в этих решениях вы можете на себя исключительно. больше ни на кого. Вот. Вот. А у меня такое ощущение, опять же, что вы пытаетесь ориентироваться на других. То есть мы, вот, грубо говоря, да, ну, грубо говоря, мужчины, мужчины определяют, определяют, вот, то, как вы будете жить. Вот. А сами вы полностью зависти от них. Вот. Ну, так, по крайней мере, вот не видится. И в этом, собственно, и, наверное, и есть основная проблема, потому что вы не самостоятельный. Вот. А самостоятельность – это необходимые условия для того, чтобы, в частности, вас воспринимали всерьез мужчины. Вот. Они же, в свою очередь, видят, что вы в них нуждаетесь, они видят, в первую очередь, что вы от них зависите, и, соответственно, начинают играть по своим правилам. Вот. Это неприятно, это неправильно, так, безусловно, вообще, быть не должно. Вот. То есть, тут все однозначно. Но история такая. История такая, к сожалению. Дальше. Вы пишете, что Беша у него доброе, меня не отпускает, и пропустить боится. Он как раз хотел с ним порвать. Работался уже окончательно. Но, опять же, потому что вы не ориентируетесь на себя. Ориентируетесь вы на кого угодно, вот. Кроме разницы, вот, только себя. А ну нет, с точностью дана оборудовь. Ориентироваться нужно на себя. Да. И вот если вы будете ориентироваться на себя, как раз таки, вот. что в таком случае ситуация сразу поменяется. Вот. Но и вам, в свою очередь, уже не будет возможности на кого-то приложить ответственность за то, что вы делаете. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, можно ли так жить, я скажу, что да, так жить можно, безусловно. Ну, потому что вы так, собственно, живете и достаточно уже, ну, длительное время, судя по тому, что вот вы пишете. Вот. Но, конечно, конечно, счастливее вас это не сделают. Ну, и, в принципе, и не может быть, в принципе, сделать, потому что это не свободно. Вот. Это не свободно. Так что выходите из позиции жертвы. Вот. И берите ответственность полностью на себя за то, что с вами происходит. Для этого нужно, конечно, преодолеть определенные крахи, которые у вас есть. Но, я полагаю, что счастливая жизнь вас и вашего сына, того стоит. Вот. Ну, и в целом, обратите внимание на то, что у вас отсутствует, отсутствует запрос психологу. Вот. 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 То есть вы сами не решили, в каком направлении вы двигаетесь. Вот. А запутались вы в том, что хотите и в том, что ожидаете у других. Вот. А в основе лежит комплекс у вас, что вы как-то не такая и ревность. Вот. Вот. У ревности также есть причины. Вот. Сейчас, наверное, о них говорить нет смысла. О причинах ревности говорить сейчас нет смысла. Вот. Вот. Но, тем не менее. Тем не менее. У ревности есть причина, и одна из них, это вот то, что вы, по сути, не реализуетесь сами. Вот. И боитесь остаться одна. Возможно. Возможно. И ответственность для нас это все очень тяжело. Тяжело. Чересчур. Тяжело. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.